хорошо илона как вы себя чувствуете очень приятно чувствую себя наполнившись энергиями продолжаете наполнять себя энергиями каждый день поднимать вибрации цифры мы вам назвали а сейчас мы будем приглашать в эту комнату диагностики вашего куратора и он ответит на ваши вопросы я делаю запрос в энергоинформационном поле приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя илоны а женщина снимается маски и голограммы фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному днк мы приветствуем куратор или учителя илоны представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться приветствую всех в этом прекрасном месте вы можете звать меня хлоя хлоя приветствую вас уважаемый куратор хлоя меня зовут влад это вера мы сегодня проводили проверку вашей подопечной она после чистки осталась чистая и написала 10 вопросов которые бы она хотела вам задать будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы великолепно находиться в этих энергиях благодарю очень приятно и я отвечу на вопросы интересующейся души нам очень приятно что вам здесь что вы себя здесь хорошо чувствуете в нашей комнате диагностики первый вопрос каково происхождение моей души и где ее дом прекрасный вопрос ты ангельская душа девятого ангельского уровня именно там зарождает листва и ангельские энергии на ангельских уровнях насыщаясь каждым уровнем знаниями умением опытом практикой ангелы делятся с друг с другом с радостью также как делятся с людьми на планете земля своими энергиями и с другими представителями с представителями других цивилизаций благодарю вас уважаемая хлоя на этом месте мы приветствуем представителя ангельского мира в нашей комнате диагностики именно это я хотела сказать мне приятно находиться в ангельских энергиях в этой комнате это мои родные энергии это тоже наши родные мне удобно и легко здесь отлично второй вопрос если вы позволите какой мой самый большой негативный паттерн или программа в данный момент который блокирует меня от любви какой интересный вопрос ведь любовь она находится твоем сердце твоей душе и сопровождает тебя твоими ангельскими энергиями ангельские энергии которые активированы и расходятся от тебя дают тебе определенный заряд я имею ввиду возвращают иногда люди притягиваются на твой свет но это не всегда хорошо нужно защищать свои энергии а иногда раздавая свою любовь ты получаешь ее в ответ именно здесь я хочу сделать упор не скупись на любовь ты получаешь сама раздавай помогай принимай участие и не вспоминай об этом делай хорошие добрые дела неси свой свет это и есть ангельская задача дари свою любовь и она непременно вернется к тебе на каком-то этапе жизни слушай свою душу она всегда подсказывает но ты сдерживаешь ее думая что это неудобно или неприлично а душа хочет помочь ей есть что дать опять повторюсь с определенной защитой и знаниями своих энергий говори пожалуйста благодарю вас уважаемая хлоя я перехожу к третьему вопросу как мне лучше всего очиститься от негативных программ и блоков негативные программы ты приняла сама подумай что негативного есть вокруг тебя просто освободись от этого блоки идут из разных ситуаций которые ты пережила они находятся внутри твоего тела попробуй услышать негативные вибрации внутри своего тела в легкой медитации выведи эти вибрации и уничтожь или же направь ангельский свет в эти места я тебе советую сейчас самые простые и легкие задания которые ты можешь сделать своей энергией конечно же существует более глубокие практики но для тебя сейчас в возможность понять ангельские энергии научиться находить внутри себя чувствовать и работать с ними это первый шаг в дальнейшем если ты будешь смотреть вглубь себя и внутрь ты сможешь проработать и блоки и программы которые опять же повторюсь ты сама приняла и установила тебе нет чужих программ только собственные программы создают ум отключай сердце и тогда тебе будут только правильные чувства эмоции и наполнение благодарю благодарю вас уважаемая Хлоя я перехожу к четвертому вопросу какой уровень моего высшего я как я уже сказала у тебя девятый уровень ангельский и десятый уровень высшего я благодарю вас пятый вопрос каковы мои таланты души в работе с собой и в работе с людьми ты умеешь слушать и это самый твой большой талант ты умеешь выслушать и понять человека люди тянутся к тебе но близкие не замечают это твой талант так всегда бывает терпение это очень важное качество которым ты наделена как я уже говорила выше разделяй пожалуйста терпение и терпимость это разные понятные терпение это внутренняя сдержанность и защита с которой ты не подпускаешь к себе проблему выслушав человека терпимость это то что ты делаешь напрягаясь и позволяя человеку завладеть твоим вниманием разделяй пожалуйста эти параметры благодарю благодарю вас шестой вопрос к вам как куратор чтобы вы порекомендовали указали как развиваться мне дальше я уже сказала и немного заметила самое главное это научиться чувствовать и визуализировать энергии 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 энергетических центров а также родные ангельские энергии которые находятся внутри тебя проходят через каждый энергетический центр наполняет тебя и конечно же отвечают на многие твои вопросы теплом вибрациями и приятным самочувствием ставя определенный вопрос слушай сердцем сердце всегда тебе подсказывает отвечает но разум часто берет вверх соответственный приходит результат благодарю благодарю вас седьмой вопрос какая моя миссия на этой земле любая душа на земле пришла за опытом человеческим опытом человеческая цивилизация это отдельная я бы назвала это каста человеки принимают душу и проживают опыт так вот ангельские души проживают опыт неся свой свет ангельский свет имеет определенный характер свет может сжигать тьму негатив и любую черноту именно ангелы ведут и встают поднимаются и продолжают свой путь задача ангела не сдаваться на земле были разные времена ангелы идут вперед и несут свой свет другие души подтягиваются к ним так как душа всегда подсказывает правильную дорогу в этом и есть твоя миссия идти правильной дорогой кто хочет идти с тобой тот обязательно будет рядом благодарю благодарю вас хлоя я перехожу к восьмому вопросу пожалуйста просканируйте мое тело и органы могли бы вы порекомендовать решение для оптимизации работы гормональной системы конечно здесь ответ находится в самом вопросе чтобы гормональная система работала четко и правильно ты должна гармонизировать все свои тела или энергетические центры соединяя эти энергии с физическим планом и физическим телом именно это и есть твоя задача которую я упомянула выше начать визуализацию своих тонких тел понимать вибрации этих тонких тел и гармонизировать тонкие тела совместно с физическим телом начинать чувствовать вибрации теплоту этих энергий а также свой ангельский стержень гармонизация очень важна для повседневной жизни благодарю мы это все показали в сеансе она это все знает цифры свои знает сколько энергии какая частота вибрации то что после этого надо энергии синхронизировать и гармонизировать безусловно это не просто слова сказать сказать можно все что угодно нужно почувствовать и представить только так происходит гармонизация я хотел добавить визуализация должна обязательно присутствовать в этом процессе благодарю благодарю вас уважаемый куратор Хлоя я перехожу к девятому вопросу как научиться слышать подсказки и выходить на связь с куратором слушать душой подсказки приходят в разном виде иногда их можно замечать иногда можно услышать физическим телом а иногда можно понять телепатически и услышать сердцем когда у тебя развиты эти чувства ты можешь легко соединяться и понимать своего куратора благодарю короткий вопрос короткий ответ благодарю вас остался последний десятый вопрос какой еще совет мог бы помочь мне о чем я не подумала спросить наверное ты хотела спросить как развивать эти чувства ясновидение яснослышание яснознание и понимание телепатический куратор это легко ангельские души легко чувствуют энергии и мы возвращаемся к предыдущему уже сказанному визуализация и понимание того что ты делаешь наполнение энергиями поднятие вибрациями должно быть не просто какими-то ритуалами а обучением и пониманием этих энергий ты должна прочувствовать это наполнение в тишине принять эти энергии почувствовать вибрации представить эти цвета только так будет развиваться твои сенсорные способности благодарю благодарю я вас уважаемый куратор Хлоя вопросов больше не осталось остался маленький нюанс о котором вы пока еще не знаете в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция каждому куратору каждому учителю который к нам сюда приходит мы всегда делаем один определенный подарок чувствуется что вы когда-то были на земле и нам кажется вам этот подарок понравится Верочка в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые есть на земле один два три мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Хлои будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее визит за ее ответы своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече о да конечно я буду так любезна и даю свое разрешение и благодарю вас за этот прекрасный вкусный замечательный подарок передавайте пожалуйста привет на девятом ангельском уровне мы будем рады всем кураторам которые достучатся до своих подопечных со своей стороны мы готовы убрать преграды мешающие им развиваться открыть эти двери в которые они дальше пойдут сами благодарю за это внимание к ангельским душам непременно я буду напоминать о вас благодарим вас уважаемая я не прощаюсь возможно на каком-то этапе Илона захочет познакомиться со своим высшим я в таком случае мы всегда приглашаем куратора и поднимаемся вместе если такой момент наступит мы обязательно с вами еще увидимся будет неплохо если перед встречей с высшим я будет проведена определенная работа по визуализации вот да и не из праздного интереса а осознанная работа над собой тогда будет и показать своему высшему я чего душа добилась тогда и вопросы к высшему я будут другие абсолютно верно я благодарю вас уважаемая Хлоя было очень приятно с вами общаться я говорю до скорых встреч и всего вам наилучшего до скорых встреч и рассинхронизируйся Верочка готова какие энергии хорошо Илона мы закончили вашу встречу с куратором 10 вопросов мы задали вы получили все ответы на свои вопросы у меня такой трепет внутри да я получила свои ответы и конечно же я буду представлять ангельские энергии чувствовать их пропускать через себя сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа чтобы все эти энергии перешли на физический план и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию илоны в ее систему биоробот душа заводим подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга проходит полная синхронизация гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами он говорит радость наполняет меня встреч с куратором куратор в принципе в ангельском мире называется друг поэтому это ваш лучший друг с ангельского мира который за вами присматривает его еще также называют ангел-хранитель потому что ангел-хранитель есть только у ангелов у других он называется куратор готово отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики пошел подъем а а а а а а и а а по used от ветер Продолжение следует...